ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Факт стуки, известный под названием часов смерти, и не оспаривается почти никем. Сложилось же это поверье, я полагаю, не потому, что есть на свете стучащий жучок, а вследствие бессознательного может быть вывода, сделанного в разное время множеством людей из отдельных своих наблюдений. Вывод этот может, конечно, быть и ложным, и ссылаться на то, что глаз народа, глаз Божий, научная мистика не имеет никакого основания. Ей скорее подобает помнить слова Джорджана Бруно. Истина охотно пребывает среди немногих просвещенных людей и ненавидит толпу. Для нас, живущих в конце XIX века, только с переходом в иной мир могут вполне разъяснить все эти тайны. Но раньше или позже настанет вероятно день, когда они раскроются и перед земной наукой. «Опрометчиво поступает тот, кто вне области чистой математики решается объявить что-либо невозможным», — говорил астроном Араго. «Предоставляем самому читателю решить, следует ли считать математически и вообще логически невозможными ниже следующие случаи». Весной 1863 года супруги Сьюэль схоронили свою маленькую дочь Лили. Вот что пишет мать умершей. Незадолго до смерти нашей Лили, муж мой, я и наш маленький сын сидели в комнате больной и старались ее развлечь. А вдруг внимание наше было привлечено звуками музыки. Она раздавалась, как будто в углу комнаты напоминала олову арфу. «Слышишь музыку, Лили?» — спросила я. Но к удивлению нашим она ответила «нет». Звуки между тем все росли и наконец наполнили всю комнату, не уступая по силе полному тону органа. Затем они стали удаляться, как будто игравшие спускались с лестницы и наконец умолкли. Старшая дочь наша была в это время в кладовой, а служанка в кухне, то есть двумя этажами ниже нас. И тем не менее они обе также слышали музыку и говорили о ней друг с другом. Это случилось около четырех часов дня. На другой день было воскресенье. В комнате больной, кроме моего мужа, сидели две гости. Одна наша родственница и прежняя няня Лили. В тот же самый час, как и накануне, опять раздались те же звуки. И все слышали их, в том числе и я, занятая в кухне приготовлением молочного кушания для больной. На следующий день музыки не было, но во вторник опять в то же время она возобновилась. И в этот же день ребенок наш умер. Ни один инструмент не способен издавать в человеческих руках тех нежных жалобных звуков, которые нам троекратно пришлось слышать. Мистер Сиэль прибавил с своей стороны следующее. Я убежден, что слышанные нами музыкальные звуки не могли доноситься с улицы, от которой дом наш, расположенный в глубине большого сада, отстоял ярдов на пятьдесят. В соседнем доме никто в то время не жил. Музыка продолжалась всякий раз с полминуты. Замечательно, что больной ребенок, очень любивший музыку, не слышал ни единого звука. В сочинении Атанасия из надежного источника приведем следующий рассказ о смерти 82-летнего прилата Хохштеттера. Накануне его смерти, последовавшей 7 ноября 1720 года, все бывшие в его комнате услышали пение чудного голоса, сопровождаемой тихой благозвучной музыкой. Казалось, звуки проникали в окно с улицы. Их слышали два раза, в девять часов вечера и в три часа утра. Выражение блаженства на лице умирающего позволяло думать, что он больше других наслаждался этой музыкой, растрогавшей всех, кому удалось ее услышать. Хохштеттер был большой любитель духовной музыки, и еще за два дня до смерти ослабевающим голосом пел хвалу Богу. Подобный пример мы находим в некрологе немецкого поэта Мерике. 8 сентября 1874 года поэту исполнилось 70 лет. Скромно отпраздновав этот день, он рано лег спать. Но сестра его Клара и дочь Мария еще не ложились. На улицах той отдаленной части Штутгарда, где жила эта маленькая семья, уже водворилась полная тишина. Но вот ее внезапно прервал громкий аккорд, и комнаты огласились звуками арфы. Это продолжалось недолго. Музыка прекратилась так же неожиданно, как и началась. Клара подошла к окну, посмотрела на музыкантов, пожелавших сделать сюрприз поэту. Но ни на улице, ни в доме их не оказалось. Старик спросил из своей комнаты, кто это играл. Услышав от сестры и от дочери, что никого не было видно, он задумался и потом заметил. «Для меня уже не наступит более день рождения». Слова его оправдались. Если мы желаем поступать научно, то должны принять простейшие из всех объяснений, возможных для подобных фактов, не допуская, чтобы лично наши чувства и желания одерживали верх над требованиями рассудка. Прессмертные галлюцинации могут быть во многих случаях вполне удовлетворительно объяснены чисто физиологическими причинами – растворством кровообращения, мозговой деятельности и т.д. В силу закона психологической реакции галлюцинации человека измученного болезни могут быть и приятного характера. Известно, что жертвы инквизиции иногда во время пыток впадали в экстаз, вон шлав, и что умирающие от голода и жажды часто перед смертью видят во сне роскошные пиры. Но если не один умирающий, а и другие слышат мистическую музыку, тогда приходится уже допустить, что впечатления умирающего могут телепатически передавать себе другим лицам. Для тех же случаев, когда музыку слышали после чьей-либо смерти, даже и такое объяснение оказывается недостаточным, если мы не предположим, что тут смерть наступила позже, чем ее констатировали. Это предположение не заключает в себе ничего невероятного. Слух, например, остается очень долго деятельным, иначе не был бы возможен тот ужасный факт, что иногда рыдания и крики отчаяния окружающих возвращают на несколько моментов в жизни тех, от кого она, по-видимому, уже отлетела. Однако и при таком предположении все-таки остаются непонятными случаи, в которых сам умирающий не слышит музыки. В поисках за их разгадкой некоторые смелые психологи еще более углубляются в область мистики. Даже такие научные, философски образованные люди, как Перти и Шиндлер, прибегли для объяснения их к метафизическому понятию о душе, как об особой сущности, выходящей за пределы знакомого нам феноменального «я». Предполагается, что деятельность души при обычных условиях как бы не существует для нашего мозгового сознания, точно так же, как для пробудившегося самнамбула, не существует совершенные во сне поступки. Такой взгляд на душу не заключает в себе логического противоречия. В этом убеждают нас такие общеизвестные свойства нашей природы, как раздвоение сознания во сне, память, совесть, а также известное в мистике раздвоение личности. Душе, понятой таким образом, и приписывается интересующее нас загадочное явление. При наличности неизвестных нам условий деятельность ее телепатическим путем передается сознание умирающего и близких к нему лиц. Я проводил и это Рождество, как и во многие предыдущие года, в поместье старых друзей, где постоянно собирались одни и те же члены дружной семьи. Но в этот раз наша праздничная встреча была омрачена великой утратой. Наш добрый друг, наш веселый хозяин, центр и душа нашего общества внезапно покинул нас во свете лет. Незначительная болезнь в продолжении недели. И мы, так весело расставшиеся несколько месяцев тому назад, сошлись опять в этом доме не на радость, а чтобы разделить общее горе и наговориться о покинувшем нас друге. Немало странных обстоятельств пришлось мне узнать из разговоров о сиротевшей семье. Так, приблизительно за месяц до смерти нашего друга молодая девушка-немка, гувернантка ее детей, встретив В. во время прогулки, внезапно ощутила какое-то странное не то предчувствие, не то представление, как будто он должен скоро умереть, хотя в это время он был еще совершенно здоров. Впечатление-то было в ней так сильно, что у нее невольно вырвалось то, о чем она думала. Как странно, ответил ей В. «В эту минуту, именно, я точно тоже чувствовал сам». Во время его болезни та же молодая немка и так же внезапно увидела перед собой сцену, точно повторившуюся наяву после его смерти. В ее видении ей представился гроб, совершенно незнакомая ей форма, нисколько не похожий на те, которые ей приходилось видеть у себя на родине. Немецкие гроба в некоторых отношениях отличаются от наших. Следующие факты узнал я от одной знакомой дамы, друга значенного семейства, жившей довольно далеко от их поместья. Я передаю их подлинными словами двух ее писем ко мне. Первое известие, которое мы имели А.В. было письмо Л, уведомлявшее нас о его смерти, полученном 9 апреля. В продолжении многих недель перед тем мы не имели об них никаких известий, ни прямых, ни косвенных. По меньшей мере две или три недели до получения письма А.В. мы обе, моя мать и я, почувствовали одновременно, как будто что-то нехорошее случилось с семьей В. Чувство это было особенно сильно у моей матери и так угнетало ее, что не считая удобным в данном случае писать им с единственной целью узнать, что у них происходит, я вздумала поискать у себя какую-нибудь гравюру, чтобы, посылая им ее написать, кстати, но день и то дня откладывала свое намерение. Все это время нам обеим было что-то не по себе, как ни старались верить друг в друга, что все это вздор, воображение, беспокойное состояние наше не уменьшалось. Напротив, за ночь или за две перед его смертью я два раза просыпалась от ощущения холодной руки, прикасавшейся к моему лицу, и при этом будто слышался чей-то вздох. Я испытала почти то же самое незадолго до смерти моего брата, но тогда я не придала этому никакого значения. Наконец, в ночь на воскресенье, день, в который известие о смерти вы дошло до нас, я была разбужена колокольным звоном в нашей сельской церкви, векаре которой в это время был опасно болен. Звон начался около полуночи, так как было ровно десять минут первого, когда, досадуя на помеху моему сну, я посмотрела на часы, после чего крепко заснула. Звон этот произвел на меня тягостное впечатление, хотя я объясняла его возобновлением старого обычая звонить при смерти духовного лица, и подумала, какое может произвести это дурное впечатление на нашего больного соседа, жившего как раз напротив церкви. Что я и сказал о моей горничке, когда та взошла утром ко мне. Отправившись затем в комнату матери, я застала ее с письмом Л, извещавшим нас о смерти В. Нисколько не приписывая колокольного звона какому-либо признаменованию, я попросила молодую девушку, угостившую у нас в это время, пойти узнать от церковного старосты, в котором часу скончался векарий, и что заставило их возобновить так не кстати старинные обычаи. Оказалось, что векарий не умирал, и никакого звона не было. Сообщая эти странные факты так, как они происходили, без всяких комментариев, исключая разве первого, который можно еще объяснить передачей мыслей от моего покойного друга В. к молодой немке. Петербургский листок передает о следующем происшествии, случившемся в Санкт-Петербурге. У купца Антона Павловича О.С., живущего на Литейном проспекте, висел в роскошном кабинете в позолоченной раме портрет отца его, проживающего в Москве. Отец его, хотя и старик, но очень бодрый и совершенно здоровый человек, отличался крепким вообще организмом. По возвращении с дачи у всех картин, а в том числе и у портрета отца С., шнуры, на которых они висели, заменены были новыми и крепкими. На днях вечером, когда С. с семейством пил чай в столовой, в соседнем кабинете раздался стук, отупавши на пол предмета. Все бросились в кабинет, и там оказалось, что портрет отца Г.С. упал на пол со стены, вследствие того, что шнур лопнул. На С. это обстоятельство произвело крайне неприятное впечатление, и ему невольно представилось, что в этот момент умер его отец в Москве. И действительно, предчувствие его сбылось. На другой день утром получена была телеграмма, извещавшая, что накануне вечером отец скоропостижно скончался. Глава 2. Исход души из тела Рассказы об исходе души из тела, подчеркнуты из творений святого Григория Великого. В древнейших житиях и сказаниях о святых, восточных и западных находим следующие картины из «Входа души». В житии Антония Великого, составленных святым Афанасием Великим, которое в IV веке было уже переведено и на латинский язык, Евагрием, антиохийским пресвитером, приводится рассказ о видении Антонием души Аммония Нитрийского, в сопровождении ангелов, восходившей на небо. Блаженный Иероним сообщает о подобном же видении Антония Великого, о видении души Павла Фивидийского, восходившей на небо Фиваицкого. О смерти самого Антония в его житии говорится, что ясность его лица в минуту смерти указывала уже на присутствие ангелов, сошедшихся для отнесения его души на небо. Сульпийский Север, IV-V век, в рассказах о жизни и кончине блаженного Мартина сообщает, что ему было сонное видение. «Казалось мне, — пишет он, — что передо мною предстоит блаженный Мартин в белом одеянии с огненным ликом, с звездными взорами. В руках у него я увидел книжечку его жития, составленную мною. Я поклонился ему, принял благословение, и вслед за тем он скрылся в высоте. Спустя немного по тому же пути, на котором я видел блаженного Мартина, отправился его ученик, святой Клар. Действительно, как оказалось, в это именно время блаженный Мартин оставил земную жизнь. В другом месте Сульпийский Север прибавляет к этому рассказу, что еще задолго до кончины блаженный Мартин предсказал час своей смерти. А в минуту смерти, видя под себя дьявола, воскликнул «Зачем ты здесь, свирепое животное? Ничего не найдешь ты во мне, Лона Авраамова приемлет мя». В таких же точных чертах изображается отшествие душ за гробный мир и в рассказах, собеседовании Григория Великого. «Многие из наших, из лиц близких нам по времени и по отношениям, говорит святой Григорий Великий, верою чистою и пламенной молитвой, очистившей око ума своего, неоднократно видели души, исходившие из тела». И вот, большей частью рассказы, сообщения таких именно лиц, он и приводит рассказы самовидцев или переданные сих слов другими. Святой Бенедикт, жизнь которого с таким глубоким воодушевлением, святой Григорий Великий изложил во второй книге собеседований, этот великий подвижник, отец и вождь западного иночества, имел видение исхода души Германа, епископа Капуанского. Обстоятельства, при которых происходило видение и самый рассказ об нем святого Григория, запечатлены трогательной сердечностью и чарующей прелестью агеологического стиля. «Серван-диакон и настоятель монастыря, рассказывает он, устроенного в пределах компании неким патрициям, либерием, имел обыкновение часто посещать монастырь святого Бенедикта. Тот и другой были очень близки, так как и сей муж, как и святой Бенедикт, исполнил был учение небесной благодати, и потому они взаимно насыщали друг друга беседами о вечной жизни, и таким образом, по крайней мере, сердцем вкушали сладостную пищу небесного Отечества, которые еще не могли совершенно насладиться, находясь здесь на земле. Когда же наступал час покоя, то в верхнюю часть монастырской башни уходил достопочтенный Бенедикт, а в нижних частях помещался диакон Сервант. Тут была и проходная лестница, которая вела снизу наверх. Перед самой башней на некотором расстоянии находилось жилище, в котором покоились ученики того и другого. Однажды, в то время как братья еще спали, Бенедикт встал на ночную молитву и молился у окна всемогущему Богу. Вдруг он увидел самую глубокую полность, осиявший всю ночную мглу свет, который так блестел, что ночь сделалась светлее дня. Чрезвычайно изумительное событие последовало за этим освещением. Весь мир, как сам он рассказывал после, собран был перед его глазами, как бы под одним лучом солнца. Достопочтенный отец устремил внимательный взгляд на этот блеск небесного света и увидел в огненном сиянии несомую ангелами душу Германа, епископа Капуанского. Тогда пожелал он иметь для себя свидетелей такого чуда и громким голосом призывал диакона Серванда, два-три раза повторяя его имя. Сервант тотчас был пробужден необычайным криком сего мужа. Взошел наверх, посмотрел и увидел только небольшую часть света. Он изумился чуду, а святой муж по порядку рассказал ему, что происходило, и немедленно послал в Капу и узнать, что делается с епископом Германом. Оказалось, что он уже умер, и умер в ту самую минуту, в которую святой муж видел его восшествие на небо. О кончине самого святого Бенедикта было открыто также в чудесном видении двум из его учеников, находившихся в разных местах и вдали один от другого. В этот самый день, в день его кончины, рассказывает святой Григорий, двум из его учеников, одному оставшемуся в монастыре, а другому находившемуся вдали, было совершенно одинаковое видение. Видели они, как тянулась дорога, устанная одеждами, освещенная множеством сияющих светильников по направлению к востоку, от монастыря до самого неба, муж в светлых одеждах пристал перед каждым из них свыше и спрашивал, чья это дорога, которую они видели? Они отвечали, что не знают. Явившийся муж сказал, это путь, по которому восходит на небо возлюбленный Господу Бенедикт. Иногда люди праведной жизни провидят близость кончины и заранее готовятся к ней, или бывают извещены особыми чудесными явлениями, знаменующими их загробную участь. В доказательство этого святой Григорий приводит рассказ о своей тетке Фарсилле, сообщенной им также и в одной из бесед на Евангелие. А отец мой, рассказывает, он имел трех сестер, которые все три были священными девами в монашестве. Из них одна называлась Фарсиллою, другая Гордианою, третья Эмилианою. Все воспламененные одной ревностью, посвященные в одно и в то же время, живя под установленным надзором, они проводили жизнь вне монастыря, в собственном доме. И когда они долго были в этом сожительстве, то Фарсилло и Эмилиано начали возрастать в ежедневных приращениях любви к Создателю своему, и, будучи единой плоти, переходить духом в вечность. Напротив же того, душа Гордиано начала охлаждаться от жара внутренней любви ежедневными ее утратами, и мало-помало возвращаться к любви века сего. В одну ночь с теткой моей Фарсилле, которая была почтеннее и выше сестер своих, илою постоянной молитвы, тщательным измождением плоти, необыкновенным воздержанием и важностью высокой жизни, явился, как она сама рассказывала про прадед мой Феликс, настоятель сей римской церкви, и показал ей жилище непрестоемого света, сказал, иди, я приму тебя в это жилище света. Она заболела и через несколько времени умерла накануне Рождества Господня, а через день в сонном видении и власти сестра Эмилиане сказала, я пришла за тем, чтобы, проведший без тебя день Рождества Господня, провести уже с тобой и святой день Богоявления. Та, заботясь о спасении сестри своей гордианы, тотчас отвечала ей, если я одна приду, то на кого оставлю сестру нашу, гордиану? Ей, как сама передавала со скорбью, отвечала явившаяся, иди, гордиана же, сестра наша, присчисленная к мирским. За этим видением тотчас последовала болезнь телесная, и за день до Богоявления она скончалась. При одре умирающих происходят различные явления, знаменующие исход души, наступление для нее новой жизни, явления, доступные даже внешнему восприятию окружающих смертный одар, и ими засвидетельствованные в многочисленных рассказах. Так, со слов одного достопочтенного мужа, святой Григорий рассказывает о кончине Испея, пресвитера и настоятеля одного монастыря в Нурфии. Находясь среди созванных им братьев, причастился он тело и крови Господних, потом начал с ними таинственное пение псалмов, и во время самого пения братьев с молитвой предал Дух Богу. Все присутствовавшие братья видели, как вылетела из уст его голубка, которая немедленно сквозь отверстие кровли храма ввиду братьев полетела на небо. Должно верить, замещает по этому поводу святой Григорий, что в образе голубки явилась душа его, и самым этим видом Бог показал, с какой простотой служил ему отшедший муж. О смерти другого пресвитера, который не назван по имени, на который всем был известен святой подвижнической жизни, Григорий Великий передает рассказ, что в минуту смерти, окруженной своими близкими и родными, он начал восклицать, «Добро пожаловать, господи мои, добро пожаловать! Но зачем вы удоставите меня, раба вашего, своим посещением?» А когда окружающие спросили, к кому он обращается с вопросом, он ответил, «Разве вы не видите, что сюда пришли святые апостолы? Разве не видите первых из апостолов Петра и Павла?» Затем произнося слова «Я иду, иду!» И спустил дух. Приводя этот и другие рассказы о явлении умирающим праведников самого Господа Иисуса, Богоматери и святых, Григорий Великий говорит, что часто случается праведным умирая видеть подле себя святых, дабы в их присутствии без печали и боязни освободиться от оков плоти. Минута кончины праведного, кроме указанных чудесных явлений, сопровождается многими другими, как в самом праведнике, например, прозрение в будущее, как бы предвкушающем уже наступлении высшей духовной жизни, так даже во внешней окружающей природе необыкновенное блистание света, благовония, землетрясения, бури. В подтверждение этого в третьей книге «Идеалогов» приводится, между прочим, рассказ о кончине Павлина Ноланского. Когда он был уже при последних минутах, вдруг потряслась земля, и ложа, на котором он возлежал, поколебалась, между тем, самый дом оставался непоколебимым. Духи тьмы в образе личных и страшных существ, чудовищ, также появляются перед одером умирающих, стараясь овладеть их душою, в образе черных людей, мавров, эфиопов, или в виде дракона с разинутой пастью, готовящейся поглотить умирающего. Некто Хрисса Оргий, по рассказе человека, близко знакомого святому Григорию, настоятеля одного монастыря, перед тем самым временем, как душа, душевыки из тела, открытыми глазами увидел черных и страшных духов, которые стояли перед ним и готовы были схватить душу его и отнести в адскую темницу. Он затрепетал, побледнел, громко стал просить отсрочки, и странным и смущенным голосом звал сына своего Максима. Собралось все семейство с плачем и трепетом. Злых духов, от которых он так сильно страдал, домашние не могли видеть, но узнали о присутствии их и смущения больного бледности и трепета. Со страха от их черных лиц Хрисса Оргий обращался на постели туда и сюда, лежал на левом боку и не мог удалить их от взора, поворачивался к стене, и там они были. Стесненный ими до чрезвычайности, он отчаивался уже в своем освобождении от них и стал громким голосом кричать отсрочку, хоть до утра, хоть до утра. Но во время самого этого крика душа была взята из тела. Передавая этот рассказ, святой Григорий говорит, что видение это служило предостережением для нас, которых еще ожидает долготерпение Божие. Так как для самого умирающего оно уже не могло иметь пользы, его душа была взята из тела. По другому рассказу один умирающий, из-за которого окружавшие его высылали усердные молитвы, чтобы Господь отпустил ему согрешение, вдруг громким голосом закричал, прервав молитву, «Отойдите, отойдите! Я отдан на съедение дракону, но он не может пожрать меня по причине вашего присутствия. Голову мою он проглотил уже, дайте ему место, чтобы не мучил меня более, но сделал со мной, что хочет. Если я отдан ему для пожрания, то зачем из-за вас терплю замедление?» Тогда братья стали говорить ему, «Что это ты говоришь, брат? Положи на себя знамение святого креста!» С великим криком отвечал он, «Хочу перекреститься, но чешуя дракона препятствует мне!» Услышав об этом, братья простерлись на землю со слезами и стали еще усерднее молиться об его избавлении. Вдруг больному сделалось получше. И он воскликнул громким голосом, «Благодарение Богу!» «Дракон, намеревавшийся пожрать меня, бежал, отгоняемый вашими молитвами!» Он не мог стоять здесь. «Молитесь только за мои грехи, потому что я готов раскаяться и совсем оставить мирскую жизнь!» Таким образом, человек, который, как сказано было, стал уже холодеть в оконечнистях своего тела, сохраненный для жизни, всем сердцем обратился к Богу. После того, изменивши свои мысли, он долго подвязался с сокрушением сердца. И тогда только душа его разрешилась от тела. Кончина праведников по рассказам в письмах очевидных свидетелей. Кончина новоспасского эра монаха Филарета в схеме Феодора. Из письма князя к ректору Казанской семинарии архиепископу Платону. 28 августа 1842 года, в 7 часов утра, этот старец мирно и свято почил от всех трудов своих. «Бог угодостоил меня в продолжение 10-ти дневной его болезни ему послужить и быть свидетелем многих дивных происшествий, которые вам, единому как духовному другу, желаю открыть». Когда старец стал ощущать слабость, безболезненную еще, он сказал, «Близка моя кончина». Эти слова узнал митрополит Ф. И поспешил посетить старца. Много утешительного и назидательного сообщил старец Владыки, который со слезами внимал словам покойного. 29-го в Успенском соборе я узнал, что отец мой очень труден и поспешил в новоспасский монастырь. И точно нашел его в самом страдальческом состоянии. Он стонал очень тяжело, ибо внутренний Антонов огонь, особенно в мочевом пузыре, начинал его полить. 24-го ему сделали операцию, и от сильного кровотечения он получил некое облегчение. Терзания его уменьшились, и он начал живее молиться. С каждым его дыханием повторялось им «Иисусе, спаси сладчайший!» Даже когда он засыпал, действие сердечной молитвы в нем не умолкало. На 26-е в ночь, может быть, в часу третьем утра, старец вдруг воодушевился, невидимая сила его подняла. Он встал, и, указывая перстом в дверь, воскликнул «Вот спаситель! Вот спаситель! К спасителю меня!» Лицо его просияло, и реки слез потекли из очей его. Он пожелал приобщиться. Когда святые дары внесли в его келью, он заплакал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok